здравствуйте уважаемые любители гольфа меня зовут дмитрий а гольф профессионал аргентины сегодня мы поговорим про удары короткой игры их всего 4 чип пич флоп и бункер бункер это игра из песка флоп это высокий удар свечкой пич это высокий удар сродни полному свингу хотя есть небольшие отличия но практически он играется как полный свинг и я считаю самый важный удар который я в первую очередь объясняю своим ученикам это удар чип это удар низкий он может быть достаточно коротким потому что например ударом пич или флоп мы не можем послать мяч на 2-3 метра а иногда он лежит на краешке грины и нам надо подкатить к его к флажку который находится совсем рядом итак поговорим сегодня про чип чип это удар в котором мы не используем кисть то есть вот мы как держали руки при подготовке к удару кисть также мы замахиваемся и ведем сквозь мяч всего есть три удара основных удара типа чип назовем один который обычный чип назовем его чип чип то есть это удар где-то от 10-15 до 100 ярдов зависит того какой клюшка мы его играем например какой-нибудь например 9 или 8 клюшка мы не можем ударить на 100 ярдов но если мы хотим ударить этим ударом подальше можем взять третий айрон или там 4 или в принципе удар чип можно использовать исполнить даже драйвером потому что чип это техника исполнения удара и так чип можно исполнять любой клюшкой с исключением паттера а и так всего их ударов три самый короткий это чип паттер он играется приблизительно так же как удар паттером то есть вот мы стоим перед мячом прилаживаемся пристраиваемся к мячу и наш замах и мах мы производим исключительно с помощью как бы концентрируясь на движение плечей так же как играем паттером только клюшка у нас немножко другая и поэтому мячик сначала поднимется над землей и потом покатится как правило если у нас в руках вот сейчас у меня девятка или печь печень вейдж то длина полета и длина пробега по грину будут приблизительно одинаковыми то есть когда мы играем чип мы всегда должны средоточиться на той точке где мы хотим что приблизить чтобы приземлился мяч и в дальнейшем он побежит ну или по прямой либо там с учетом наклона грина в сторону лунки и так какие технические особенности исполнения удара чип все вся короткая игра в гольфе строится на том что вес нашего тела должен быть несколько больше на левой ноге чем на правой то есть мы не заваливаемся вот так вот голова должна остаться на уровне мяча почему потому что если мы голову тоже уйдем вперед то мы ударим в землю и так голова на уровне мяча или чуть сзади общий вес тела впереди для этого мы сдвигаем бедра вперед ноги как всегда немного подпружинены вот и мы замахиваемся и ведем клюшку сквозь мяч при этом клюшка у нас остается открытой то есть мы не делаем перекат кистей наши кисти обездвижены мы замахнулись и провели вперед основная трудность этого удара заключается в том что с одной стороны мы должны обездвижить кисть а с другой стороны мы должны не напрягать сильно руки если вы сумеете добиться этого как бы сочетание этих двух особенностей то большой проблем в игре от чип у вас не будет и так чип-пад коротенький замах и коротенький вымах играем точно так же как паттером вот мячик у меня метра 4 прилетел еще метра 4 прокатился теперь рассмотрим удар который ну для простоты назовем чип-чип то есть это обычный средний чип длина удара где-то от 20 до сколько нам позволяет клюшка метров и так мы замахиваемся тоже плечами но вперед ведем бедрами при этом бедра работают вместе с плечами то есть мы стараемся вращать все тело и бедра и плечи одновременно если при полном свинге у нас сначала идут бедра а потом плечи то здесь в короткой игре мы стараемся вести и бедра и плечи одновременно таким образом мы избегаем эффекта пружины в нашем теле и можем лучше отмерить ту дистанцию на которую мы посылаем мяч и так обычный чип 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 вес несколько впереди замах и мах вот я показываю клюшка у меня открытая не перекрестил кисти рук итак последний удар это чип с элементом питча что это такое то есть когда мы хотим ударить чипом чуть подальше мы вот на самом деле вот настолько мы ограничены с этого это положение ограничивает замах чипа почему потому что дальше у нас включаются уже кисти рук в работу вот а чип это удар без использования кистей рук но в некоторых случаях когда мы хотим использовать именно удар чип и ударить им подальше мы можем замахнуться чуть чуть подальше и уже у нас чуть-чуть начинает включаться кисть но на вымахи мы все равно стараемся держать не перекрещивать руки а держать клюшку так чтобы головка клюшки продолжала смотреть на цель ну на самом деле не очень смотрит на цель клюшка смотрит на цель головка клюшки должна быть приоткрыта и так так называемый пич чип чип пич вот то есть я стараюсь оставить вот тут даже хорошо видно что удар пришелся четко центром ударной поверхности мячик полетел хорошо свободно я его даже не почувствовал на клюшке и так три вида удара чип чип под коротенький чип чип средний и чип пич более длинный когда мы хотим замахнуться чуть подальше и у нас немножко включается на замахе чуть-чуть изменяет положение кисти рук вот эти три удара фактически позволяют покрыть всю дистанцию от двух-трех до 100 метров вокруг грина всего вам доброго играйте в гольф играйте в гольф хорошо чао гольф хорошо поздравляю всех взгляд это